Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала! Сегодня речь пойдет о мормышинге. Это, можно сказать, супер ультралайтовая снасть. В данной ловле используются миниатюрные мормышки весом от 0,15 до 1 грамма. Чаще всего успех приносят именно самые легкие веса в пределах от 0,15 до 0,3 граммов. Чтобы забрасывать столь мелкие мормышки, нужно применять лески диаметром от 0,05 миллиметров до 0,1 миллиметра. Так как порой при ловле на мормышку спиннингом на крючке оказываются довольно крупные рыбы, то целесообразно с леской особо не мельчить. Конечно, с монолеской диаметром 0,05 миллиметров и забросить мелкую мормышку можно дальше, и клюет с такой леской лучше. Но даже простой зацеп от травинку или вываживание рыбы весом более 400 граммов уже превращается в лотерею. Сразу оговорюсь, что в мормышинге даже самая тонкая плетенка начисто проигрывает монолеске в эффективности ловли. С монкой и заброс дальше, и порусить леска меньше, и клюет рыба лучше. В данный момент для ловли на мормышинг я предпочитаю монолеску с заявленным диаметром 0,08 миллиметров, а с реальным по микрометру 0,09 миллиметров. Леска весьма тонкая, и ее можно смело наматывать прямо поверх тонкой плетенки, используемой в микроджиговой ловле. Уровень намотки увеличится буквально на десятые доли миллиметра, даже если использовать бобину лески длиной 100 метров. Естественно, катушка должна быть мелкая, с хорошей намоткой лески и достаточно легкая. Данная катушка не является легковесной, но для ловли на мормышинг более чем подходит. Удилище следует выбирать именно ориентируясь на нижнюю границу теста. Тут чем меньше вес способна забросить удочка, тем лучше. Тюльпанчик и пропускные кольца должны быть предельно мелкие и легкие. Только так можно спасти легчайший план к удочке от перегруза. Вообще, мормышинг – это весьма веселая ловля. Рыба, конечно, попадается разная по размеру, очень часто мелкая, но зато поклевок много. Кроме того, мормышинг хорошо работает на тех водоемах, где достаточно прозрачная вода. Стоит воде чуть замутнеть, как эффективность мормышинга тут же снижается. Вот и сегодня я уже посетил три водоема и все безуспешно. На всех трех водоемах вода была достаточно мутная. Сейчас я ловлю уже на четвертом водоеме. Вода тут тоже не идеальная по прозрачности, но однозначно самая прозрачная из четырех водоемов. Нащупал стайку окуньков. Ловить их, конечно, весело, но рыбки откровенно мелкие. На дне много подрастающей травы и работать с дном не имеет смысла, будут сплошные зацепы. По этой причине выполняю проводку в толще воды. Особых изысков тут делать не приходится. Это можно сказать ступенчатая проводка, но без касания дна на паузе и с подыгровкой на каждом шаге проводки. Ловля мелких окуньков быстро наскучила. Пора перемещаться на следующий водоем. Там прозрачность воды должна быть еще выше и, соответственно, можно рассчитывать на большее, чем тут. Сказано, сделано. Вода действительно на пятом водоеме самая прозрачная. Кроме того, я заметил на поверхности воды движение рыбы. Это очень хороший признак. Всегда следует обращать внимание на столь незначительные приметы. У меня сейчас на крючке довольно крупная по мармышинговым понятиям танта. Ну да ладно. Надо сначала зацепиться за поклевки, а затем уже буду подбирать приманку под рыбу. Как только моя танта на мармышке 0,4 грамма попала в зону, где рыбы проявляли себя всплесками, тут же пошли поклевки. Поклевок было много, но в данный момент и приманка великовата, и огрузка больше, чем нужно. Тем не менее, моя первая мелкая красноперка оказалась на крючке. Решаю еще выполнить несколько забросов, прежде чем сменю приманку. Мармышка достаточно тяжелая, на танте, и поэтому можно быстро обловить широкий сектор ловли. Как только вес мармышки уменьшится, дальность заброса тоже упадет, хотя наверняка пустых поклевок будет уже меньше. На самом последнем забросе, прямо перед сменой приманки, на крючке оказалась довольно упитанная красноперка. Хороший признак, значит в данном водоеме водится не только откровенная мелочь. Кстати о танте. Это очень хорошая приманка и у нее есть несколько интересных секретиков. По своей сути танта это пузатый слак из съедобного силикона с поперечными ребрышками. Эти ребрышки создают на проводке гидродинамическую волну, которую рыба слышит с большого расстояния, и являются своего рода парашютиками. Даже с достаточно тяжелой по мормышинговым меркой и огрузкой, танта падает в толще воды весьма медленно. Решаю попробовать ловить на мелкого искусственного мотыля с мормышкой 0,15 грамма. Этот мотыль буквально выкашивает всю рыбу, особенно мелкую. Искусственный мотыль бывает мелкий и крупный, данные приманки очень мягкие из съедобного силикона. Они просто идеально имитируют настоящего живого мотыля. Первые же забросы показали, что приманка довольно легкая и до зоны активности рыбы банально не долетает. Поклевки конечно есть, особенно в прибрежной зоне у травки, но рыба откровенная мелочь. Ловить весело, но не интересно. Нужно использовать другую приманку. В данном случае я буду применять whitebait или как ее называют многие рыболовы икринку. Приманка компактная и в то же время достаточно тяжелая для своего размера. Икринка на хвосте легко отзывается на любое движение высокочастотной вибрации. Любая белая рыба просто без ума от этой приманки. Для того, чтобы добросить до кормящейся рыбы силиконовую икринку, пришлось поставить мормышку весом 0,25 граммов. Поклевки пошли сразу же. Это радует. Теперь остается искать стайки с более крупной красноперкой. Приманка и летит на приличное расстояние, и рыбу привлекает отлично. Все-таки никогда не стоит лениться подбирать наиболее подходящую приманку под данное место и под данную рыбу. Поклевка за поклевкой – лучшее доказательство, что и приманка та, что нужно, и вес огрузки подобран правильно. Конечно, рыбы попадаются далеко не гигантские, однако тончайшая леска и изрядно гнущийся на вываживание и спиннинг приносят от самого процесса ловли истинное удовольствие. Не меньшее удовольствие доставляет и отпускание рыбы обратно в водоем. Красноперка не отличается кулинарной ценностью, однако эта рыба весьма красива. Создается впечатление, что держишь в руках не рыбу, а начищенный до блеска кусок серебра. Ярко-красные плавники дополнительно подчеркивают эту красоту. Конечно, на легкую маховую удочку, да с натуральным опарышем на крючке можно ловить эффективнее. Но тут есть и оговорки. С удочкой ты более привязан к месту ловли, к прикормке, к дальности заброса. А с легчайшей спиннинговой снастью ты ничем не привязан. Ты сам активно ищешь рыбу, внимательно вглядываясь в поверхность воды и крадешься к найденной стайке буквально как охотник на расстояние выстрела. Азар такой ловли описать словами довольно трудно. Как я заметил, рыбы сегодня держат дистанцию от берега и очень хорошо реагируют именно на первые забросы. Потом, видимо, наступает привыкание к приманке или рыба банально постоянно находится в движении. Я пока не понял. Постоянно ловлю себя на мысли, что хочется более дальних забросов. Чувствуется, что дальше от берега концентрация красноперки еще выше. Однако пока клюет, ничего менять в оснастке не буду. Все время ориентируюсь по миним всплескам на поверхности воды и постоянно, медленно и тихо смещаюсь в их сторону. Эта хитрость позволяет непрерывно двигаться за активной красноперкой и вылавливать их буквально одно за другой. Красноперка берет в заглот. Да, забыл сегодня взять экстрактор для крючков и теперь приходится с каждой рыбой возиться. Мармышинг позволяет увидеть множество поклевок даже в 10-минутных езды от большого города. Конечно, рыба не такая крупная, как за 200 или тем более 300 километров от дома. Но мы, городские жители, чаще ездим на рыбалку не за рыбы, а за поклевками. Вот и сейчас этих поклевок очень много. Чтобы не наскучивать вам, уважаемые подписчики и гости нашего канала, скажу, что двигаясь вдоль берега, я за полчаса поймал около 30 ладошечных красноперок. Однако не это главное. Даже сравнительно крупная по пригородным меркам рыба быстро наскучивает, поэтому опять решаюсь на замену. Сейчас попробую ловить на ту же икринку, но вот мормышку поставлю более тяжелую, весом 0,6 грамма. Я хочу обловить более далекую от берега зону. Да, вес большой. Да, проводка будет быстрее, но хочется поохотиться за непуганной активной красноперкой. Начинаю ловить. Двигаюсь по тем же местам, но теперь уже в обратном направлении. А вот поклевок вообще нет. И рыба гуляет, и добрасываю до играющей рыбы без усилий, а поклевок как не было, так и нет. Еще один наглядный пример того, что вес приманки в мышинги имеет огромнейшее значение. И чем этот вес меньше, тем поклевок будет больше. Всегда больше, чем с более тяжелым весом. Не стоит забывать, что тонкая монолеска имеет приличную растяжимость, и на 0,6 граммах во время игры леска ощутимо пружинит и мягко сглаживает все рывки кончика спиннинга. Игра у икринки сейчас совсем иная, чем на мормышке весом 0,25 граммов. В самом конце рыбалки, ради прикола, ставлю опять рабочий вес 0,25 грамма с той же икринкой. Красноперка тут же выстраивается в очередь. На сегодня с рыбалкой все понятно, можно двигаться домой. Дальше уже ловить просто неинтересно. Ну что, весело половил. Поклевок было очень много. В основном, конечно, окунь и красноперка. Но сначала на одном озере нарвался на окуньков. Маленькие такие, ну, весело клевали, много поклевок. А потом переключился на красноперку. Переехал на другое озеро и вот здесь начал ходить. Пошла красноперка. И довольно-таки такая упитанная стала ловиться. Все, рыбалка на сегодня закончена. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok